Дракона возвращается на этой неделе с шестом эпизодом второго сезона, названным Простой Люст. Он действительно показал важность того, что обе стороны войны принимали как должное. Хотя армия и драконы считаются главным оружием, простой народ, возможно, не менее важен. Видения Дэймона продолжаются, Эймонд становится зловеще, а Алисента теряет контроль над самым дорогим, семьей и народом. Давайте разберем это видео и обсудим все, что можно вынести из эпизода. Вот объяснение концовки шестого серии второго сезона Дома Дракона. Предупреждаю, это видео содержит спойлеры. Алисента. Среди подготовки к войне арка Алисенты Хайтауэр кажется мне одной из самых интересных во всем сезоне. Мы видим женщину, которая буквально сделала все возможное в первом сезоне, чтобы обеспечить престолонаследие своих детей и дать им жизнь, которую они заслуживают, правя от имени умирающего короля Визериса. Теперь же мы видим, как она сомневается, должен ли Эйгон вообще быть королем. Она знает о разногласиях между детьми, теряет связь с народом и не получает вестей от отца. Она прошла путь от любящего окружения до полной изоляции за несколько эпизодов и прекрасно осознает хаос, который окружает ее не только во дворце, но и по всей Королевской Гавани. Это стало очевидно, когда их с Эллен атаковали люди, скандируя «Да, здравствует королева Рейнира». То, что Эймонд подрывает ее авторитет и удаляет из Малого Совета – переломный момент. Алисента занимала эту позицию власти и чувствует, что заслуживает ее. В прошлой серии мы видели, как она ощущала потерю голоса в зале, где ее никто не слушал. Это подтвердила сцена, где мы слышали зал с ее точки зрения, пока она глубоко задумалась. Но Эймонд видит в ней лишь мать, не уважая ее прошлых заслуг, что ставит Алисенту в новое положение. Теперь мы видим, как она сопереживает Эйгону. Пока Эйгон в критическом состоянии, думаю, она подозревает, что за этим стоит Эймонд. Стоя снаружи и размышляя в одиночестве после пребывания с Эйгоном, она пришла к разговору с братом, который сосредоточился на том, что она чувствует себя неудачницей как родитель. Она спросила о Дейроне, другом своем ребенке, которого отослала. Тот самый ребенок, который, похоже, не унаследовал токсичность остальных детей Хайтауэров, потому что не рос вместе с ними. Думаю, это не сильно радовало Алисент и не успокаивало ее насчет ее родительских способностей и чувства вины за разлад, который происходил между Эйгоном, Эймондом, Хелленой и всем, что творилось между ними. У него все было хорошо, но почему? Потому что ее там не было. Что касается ее отца, они были близки годами, но мы видели, как Алисент порой расстраивалась из-за него. А так как Сиротта не отвечает на ее письма, мы видим, что она все больше волнуется. Думаю, ей просто нужно плечо, чтобы опереться, и ухо, чтобы выслушать ее. И теперь, когда даже Коула нет рядом, она совершенно одна наедине со своими мыслями. Мне кажется, очень интересно наблюдать за развитием Алисент. И, как я сказал, ее история одна из самых захватывающих. Эймонд. Эймонд – полная противоположность Эйгону. Это особенно ярко проявилось в этой серии, когда он был на Малом Совете. Пока Эйгон действовал на эмоциях, Эймонд, как мы видели, нацелен на победу и уверен, что лучше всех знает, как выиграть эту войну. Советы Джейсона Ланнистера, Сира Коула и даже его матери были отвергнуты. Даже попытки Лариса манипулировать, чтобы стать десницей, не сработали. Поэтому Ларис вернулся к Эйгону. Эймонд жаждет власти. Он всю жизнь был в тени брата, терпел насмешки и страдал. Это и сделало его тем, кем он стал сегодня. Фраза Алисент, где она спросила, не искупились ли уже мучения его детства, показала корни его поведения. Эймонду, как и Дэймону, никто не указ. Он тесно связан со страданиями жителей Королевской Гавани. Да, блокада вызывает трудности, но у него нет сочувствия и понимания, которые есть у Рейниры и Миссарии. Эймонд видит в силе и жестокости способ управления, поэтому закрыл ворота города в прошлом эпизоде. Тогда как доброта и понимание народа пошли бы ему на пользу. Жители сравнивали нынешнего короля с временами Визериса и иным отношением короны. Говорили, что Визерис никогда не дал бы людям голодать, чтобы они потакали. Но именно это сейчас и происходит. Эйгон проснулся и заговорил. И Эймонд знает, что он помнит события в отдыхе рука. Он понимает, если Эйгон раскроет правду, это повлияет на его план, и совет обернется против него. Фраза о долгом восстановлении Эйгона показала, что Эймонд не намерен отказываться от своих притязаний. Рейнира, как и Алисента, Рейнира теряет контроль над ситуацией в войне. Ее подрывает совет, и даже собственный сын не согласен с ее действиями. Настолько, что она сомневается, сможет ли вообще выиграть эту войну. Ее подход к Сиру Стефану был отчаянным шагом, эхом разнесшимся по драконьему камню. Королева просто делает все возможное, чтобы добиться хоть какого-то прогресса. В прошлой серии Мисс Ария сказала ей, что есть не один способ выиграть эту войну, и советуя Рейнире и отправляя дары в Королевскую Гавань и ее жителям, показала, что люди на самом деле одна из важнейших вещей во всем, что грядет. Нужно завоевать народ, чтобы получить поддержку, как было во времена короля Визериса. Мы видим, как еда от Рейниры сразу изменила настрой толпы, создав впечатление, что она думает о них, даже отсутствуя. Мы также увидели, как Рейнира и Мисс Ария поцеловались в этой серии. Обе делятся своими слабостями друг с другом и, по сути, открыты как книги. Доверие, честность и отсутствие осуждения сближают их, и интересно, куда это приведет. Узнав, что на морской дым кто-то претендует, Рейнира отправилась на поиски на своем драконе, чтобы выяснить, кто это был. Что явно раздражало Джейса, потому что он считает, что ей не следует уезжать, так как если что-то случится, это ослабит все дело. Морской дым Сцена с морским дымом в этом эпизоде была определенно одной из лучших. Кстати, морской дым выглядит потрясающе, определенно один из самых крутых драконов, которых мы видели до сих пор. Рейнира, хватаясь за соломинку из-за отсутствия большой сухопутной армии и чувствуя, что драконы были ее сильной стороной, спросила сэра Стефана Дарклина, не хочет ли он попробовать установить связь с морским дымом. Это было возможно, потому что бабушка его бабушки была принцессой Таргариен. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и он сгорел дотла, когда морской дым отверг его. Только позже в эпизоде мы увидели, что Адам смог приручить морского дыма, хотя изначально убегал от него. Ранее в серии он говорил с братом Алином о том, что их отец Корлис не признает их истинную сущность. Но теперь, когда он связан с морским дымом, Корлису придется признать их этого не избежать. Морской дым принял его из-за валерийской крови. Кровь Таргариенов и валерийцев облегчает связь с драконом. Поэтому так и вышло. Дэймон. Лучшее в его сюжете. Возвращение Пэдди Консидайна в роли Короля Визериса. Честно. Мне все больше надоедают эти видения и проклятия или отравления Дэймона. Думаю, теперь мы все понимаем внутренний конфликт Дэймона. Не только из-за поступков молодости, но и желания получить корону и сомнений, стоит ли поддерживать Рейниру. Я чувствую, как он видит своего старшего. Брат говорит, что корона не приз, а бремя. И также рассказывает о разрухе в семье, утешая Визериса после смерти Эмера. Мы видели, как Дэймон почти вел себя так, как хотел бы, заботясь о брате, а не обижаясь. Эти воспоминания привели к тому, что Дэймона лишили права наследования трона. Например, речь Визериса о его отстранении и выбор между смертью Эмера и рождением Рейниры. Время, когда Дэймона обошли, и его мечты о престолонаследии растаяли. Элис его отравляет. Похоже, это самый вероятный ответ. Оскар Талли сменил умершего Гровера, так что в следующей серии ждем попытку создания Холодного Союза. Как я сказал, арка Алисенты, становится все интереснее со временем. Она кажется единственным человечным персонажем, открыто показывающим эмоции. И в этом есть что-то близкое зрителю. Рад, что мы увидели морского дыма. Сцена, где он приземлился перед Адамом, была эпичной. Контраст птицы в небе и звере на земле был потрясающим. Арка Дэймона, мне кажется, сучновато. Когда мы в Харренхоле, я жду, когда перейдем к следующей сцене. Думаю, это потому, что мы знаем, каким жестоким, но крутым был Дэймон в первом сезоне. Но сейчас мы видим сломленного человека, который не развивается. Не верится, что осталось всего два эпизода шоу. Кажется, оно пролетает незаметно. С «Войной на горизонте» надеюсь увидеть эпизод качества четвертого до конца сезона. Вот и все. Дом дракона. Сезон 2. Эпизод 6. Объяснение концовки.